алекс монг classic games представляет итак всем привет уважаемые подписчики и гости моего канала с вами алексей и канал алекс монг classic games сегодня по просьбам подписчиков я хочу продемонстрировать как собственно говоря выглядит need for speed pro street на консоли седьмого поколения от компании microsoft xbox 360 давайте сперва кратенько посмотрим на сам диск официальная локализация на полностью на русском языке с озвучкой николай фоменко пал не забывайте что xbox отличие от playstation 3 имел региональные ограничения так это выглядит коробочка сзади описание можете на паузе почитать типичный зеленый цвет xbox а слога и а и в смысле и и electronic arts и xbox 360 характерная голограмма вокруг на внутреннем круге диска диска позже посмотрим сейчас немножко пролистаем мануал на мануалы у xbox тоже были здесь просто описание клавиш я не буду сильно долго застрять внимание вот на этом заострю просто вот геймплей на экран ваша позиция мини карта круг общее время тахометр спидометр передача закись азота на говоря давайте запустим много вам и посмотрим геймплей прежде чем запустить игру можно нажать x и посмотреть дополнительные сведения об игре а также смотрите есть что-то кое-что непонятное для меня потому что я только можно сказать начал осваивать xbox 360 вот это что такое дополнительные какие-то улучшения для игры dlc может быть дополнительные машины эти даже цена в рублях есть 239 339 если кто-то вводит информации об этом напишите пожалуйста в комментариях что это такое видите сколько здесь всего 11 позиций еще я пока не знаю что это такое запускаем need for speed pro street electronic arts настало время покончить с гонками на улицах если вы хотите заниматься автоспортом делать это на ближайшей гоночной трассе регулярно проводите техосмотр в своем автомобиле всегда надевайте шлем и пристегайте ремни безопасности в принципе логично вот короли посмотрим ролик давай покажи вилли вау 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 Аки Тимура, Брейк Риггер, Нейт Денвер, и Королева Дрэви, Карл Монро. Ну и конечно же Реват Анабы, король пеналов. Видите, EA, HD, поддержка стандартной, поддерживается стандарт HD. Нажимаем старт. И продолжим карьеру. На самом деле я закончил. Можете обратить внимание, что все пройдено у меня. Вот общие сведения, доказывающие, что игра пройдена на 100%, и я стал королем стрита. В дрифте, гриппе, в дрэге, скорости, конечно же, в финале. Райан Купер, легенда. Так вот мой автопарк. Трофей после гонки с королем гриппа BMW M3 E92. Трофей от Ревата Набы, после победы в финале. Моя собственная машина, которая тюнинговала для гриппа. Вот мой любимый понтяк GTO, который я тюнинговал для дрэга. Трофейный Ford Mustang от Карла Монро, королевы дрэга. Ford Mustang GT. Трофейный понтяк GTO 65-го года, первый маслкар. Трофей от Нейта Денвера, короля скорости. Mazda RX-7. Трофей от короля дрифта Акики Муру. И вот Nissan GTR прототип, на котором я проходил скорость. Последний этап игры. Давайте... Посмотрим карту. Просто выберем батл машину. А, нет, подождите, у нас что-то такое, что не связанное со спонсорскими автомобилями. Ну, подождите, сразу в финал вот так вот. В один из финалов. Автомобиль для гриппа. Вот предлагаю именно взять тачки королей, их потестировать. Заодно посмотреть графику игры. И все, все, все. Автомобиль для дрэга. Ладно, воспользуемся машиной королевы дрэга. И запасной автомобиль. Я хочу вот свой любимый понтяк GT-O. Бутылка. Почти. Почти. Я понимаю, что вы теперь весовут почерты, но малышки так рады тебя слышать. Да ладно, без проблем. Сегодня произошло несколько серьезных сражений, и некоторую ботечку пришлось. Где смотришь? Ну да, в общем-то, было на что посмотреть. Ребят, не плохо катаются. А вообще мне было очень занятно вернуться в Чикаго. Я ведь тут уже несколько лет не был. Помнишь тех самых голодных, когда я выиграл все заезды подряд? Кто с тобой забудет? Вообще, это больные боли, тех лучше в Токерсах. Ну так вот, Чикаго, конечно, здорово. Как видите, вот эти вот фрагменты между гонками все анимированы. Чего не было на консолях PlayStation 2 и Nintendo Wii. Итак, первый заезд в Гриб. Прокатимся Гриб, или по-другому говоря, кольцевые. Классические гонки, в общем. Вот наши соперники. Не стыскательные взялое, его девчатка, кровь и червь. И то, что вам сказать. Сегодня наших ребятам придется вложиться на все 320. Так, да, еще немного. Служите, Наталья. А, 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 а. Ой Модель повреждения здесь отменная просто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ах ты! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто показываю вам машину короля Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тем более я просто показываю игру ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ну, этот гриб давайте пройдем на Эва Рево Танабе, вот на этой. Ну, сразу скажу, она по характеристикам чуть-чуть похуже, чем если вы протянингуете ее сами до максимума. Выглядит, как по мне, просто потрясно. Она, кстати, ниже посажена, чем у меня. Один из, знаете, такой один из минусов про Street это то, что почему-то не всегда фонари заднего входа включаются при торможении. Ой, не заднего, а стопы, грубо говоря. Фонари торможения не всегда включаются. Фонари торможения не всегда включаются. Срезать можно, не бояться, потому что иногда действительно помогает. Это не shift, тут штрафных очков нет. Причем, кстати, вот эта проблема связана с незагорающимися стопами во всех версиях про стрита, которые я играл. Причем. Я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ау, не рассчитал маленько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Существенное управление моей машиной мне больше нравится. Ее больше носит почему-то. Вот эту машину Рио. Как же все-таки он себя любит. Смотрите, как он его любил. Крупное его имя сзади написано. Красные буквы на Рио. Доезжай, доезжай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вперед! В победе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Легкие повреждения поправим. Тем более бесплатно, как королю финалов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы, наверное, заметили, что... Что озвучивает в данный момент не Николай Фоменко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что Николай Фоменко здесь только используется в турнирах новичков и в уикендах Аки Кимуры, когда вы двигаетесь к королю дрифтом. У остальных есть другие комментаторы. О, Шевроле Шевиль СС. Тоже классический американский масл-кар. Дым вообще шикарный, потрясный прям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, третья попытка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Против Митси Биси девятого поколения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А так, кстати, звучит моя любимая песня в этой игре. Дрифтинг. Да, спасибо, Жеймак, это действительно очень интересный финал. Чуваля Камару, классно. И моя Мазда короля Дрифтинг. Сейчас немножко вспомню, как и что. Могу налажать. Может, так Дрифт у нас сначала привыкнуть, если долго не играл. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Покурие. Покурие. да не очень согласен а хотя первое место реально здесь можно гораздо лучше проехать а 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 давайте посмотрим в режиме съемок а 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 кстати вот идеально вообще вот красота так и надо Видите, какая красота получается Ну, а это что, не занос, что ли? Вот именно 15 тысяч, нормально Так еще один дрифт пройдем Сам-то чайник Купер просто опытный профессионал Вот это старшина, я нахожусь Приветствую, это не цица Аккуратный футболистов Все выросло по мегаметам Ваши пехоты на ресторан И нахожусь Вот так, друзья, можно Согласен, просто сумасшествие. Знаете, короля дрифта. Да не задавлю, не боюсь. Ха-ха, круто вообще, потрясающе. Обожаю такой красивый дрифт. Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, смотрите, друзья мои. Ай, не хватило маленькой мощности. Вернее, сбавил газ. Ничего, тоже хорошо. Так, с этим уикендом всё. Давайте посмотрим уикенд какой-нибудь, где есть скоростные гонки. Теперь мы пойдём в третий финал с тремя звёздочками. Да, тут есть скоростные гонки, как я вижу. Так, для гриппа. Мою EVO 10. Для дрэга мой Pontiac GTO. Для дрифта Mazda RX-7. И для скоростных гонок. Вот знаете, при всем уважении к этой машине, но удержать её на скорости очень-очень сложно. Поэтому пусть она у меня стоит в гараже, как трофей. И как просто уникальный и замечательный автомобиль. А я возьму GTR прототип свой. Запасной. Ну пусть будет запасной Pontiac GTO. Давайте сразу перейдём к скоростным гонкам. Такой же я бросил. И выиграл. Что характерно, Nissan GTR прототип нельзя тюнинговать внешне. Только внутренне. Видите, да, неуважение прототипу какая. Ну а серийный GTR, конечно же, можно уже и внешне менять. Поехали, мой полноприводный монстр. КОНЕЦ Тут просто бешеный slipstream еще действует. Победа! Вот он и прототип. Максимальная скорость. Что мне нравится в режиме максимальная скорость, здесь музыкальные треки звучат гораздо громче, чем в обычных гонках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проезжаем с максимальной возможной скоростью мимо контрольных пунктов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...